Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен российскому фильму «Одна» от режиссера Виктора Суворова. Вышел он в 2022 году, я же добрался до него, к сожалению, только сейчас. Сюжет фильма основан на реальных событиях. В 1982 году в небе над Амурской областью пассажирский самолет Ан-24РВ из-за несогласованности действий между гражданскими и военными диспетчерами столкнулся с многоцелевым военным самолетом Ту-16К, из-за чего оба самолета упали на землю, погибли все, за исключением одной девушки, Ларисы Савицкой, которая со своим мужем Владимиром возвращалась из свадебного путешествия. Ей чудом удалось выжить, из обломков самолета она сделала себе убежище, согревалась чехлами от сидений, в общем, выживала как могла. Обнаружили Ларису только на третий день, причем могли увидеть ее и раньше, она махала пролетающим мимо самолетом, но пилоты, не веря, что кто-то смог выжить в такой катастрофе, принимали ее за одного из геологов, лагерь которых находился неподалеку. Часть фильма, как я понимаю, в вольной форме, пересказывает как раз эти события. В киноварианте у Ларисы целью было не сколько выжить, сколько найти тело своего мужа, для этого ей пришлось какое-то время передвигаться по местности, и чтобы история оказалась более интереснее, для большего драматизма девушка периодически подвергалась опасности. Чуть не утонула в болоте и на нее напал тигр. Но это не единственное событие фильма, мы также наблюдаем за майором Князевым, которому поручено прибыть на место катастрофы и найти виновного в происшествии, чтобы лишние погоны с высоких чинов не слетели. Князев поначалу прям такой типичный КГБшник, что уже вызывает, если честно, раздражение. Он прям такой суровый, бессердечный, главное для него секретность, а не люди. Князев занимался поиском обломков и тел, и как и в реальной ситуации, он и пилоты видели девушку, которая махала им руками. Но так как живых они не искали, решили пролететь мимо и не проверять. Мол, это, возможно, какая-нибудь повариха, и, если честно, это очень странный поворот. Какая, к черту, повариха и где здесь логика? Ведь можно было также выдать девушку за геолога, и это было бы гораздо лучше. Но и это еще не все. На протяжении фильма Ларису будут посещать флешбеки. Откуда мы лучше познакомимся с ней и ее мужем, становлением их отношений, как они жили до катастрофы, какие у них были препятствия на пути к браку, и получим ответ на вопрос, откуда у Ларисы были, пусть и не очень большие, но все-таки навыки выживания. Итак, начну свой отзыв с минусов, чтобы не показалось, что я только ругаю фильм. В фильме, в котором я ожидал демонстрацию того, как девушка будет выживать в суровых условиях, в общем-то нет выживания. Только суровые условия. Да, видно, что Ларисе тяжело, она большой молодец, смогла вытащить из ноги железный штырь, выбралась из болота, убежала от тигра, но все это некие ситуации, которые просто возникали на ее пути. То есть Лариса не пыталась как-то выживать, она просто шла и предавалась воспоминаниям, которые, кстати, явно помогли бы, наверное, человеку в такой ситуации просто не пасть духом. Так что такие вещи, я думаю, тут к месту. Однако создатели все-таки увлеклись, выставили прошлое на первое место, и вместо выживания мы получаем любовную романтическую историю. И еще, честно скажу, мне совершенно не понравилась концовка. Мне, конечно, могло показаться, я же не эксперт, но в самом-самом конце, когда происходит процесс примирения людей с тем, что случилось, что не передаст и близко ни один фильм на планете, эпизоды эти не вызывают никакого сожаления. Словно из тебя вытягивают эмоции чуть ли не силой. А ведь вот это примирение – это сюжет прям для отдельной картины, а не для двухминутного эпизода. Да и нет здесь какой-то, знаете, завершенности мысли. Хорошо, конечно, что говорится о том, что нужно жить дальше и не ставить на себе крест, но выглядит все это так, словно эту тему вставили сюда уже в самый-самый последний момент. В связи с чем возникает вопрос – о чем все-таки хотели снять этот фильм и для чего? Самое забавное то, что уже во время титров нам показывают видео с интервью с Ларисой, и эта часть показалась мне самой понятной и интересной. Честно. Я бы лучше все это время слушал Ларису. Было бы в сто крат интересней. Далее. Закончим с минусами. Что понравилось? В воспоминаниях Ларисы, мне кажется, очень хорошо передана атмосфера 80-х годов. Сам я 82-го года, считай, застал почти конец 80-х, но, как мне кажется, опять-таки, до 90-х годов там отличий особых во времени не было. Так что в памяти сохранились все вот эти образы, атмосфера, и приятно было видеть, что создатели не наотмашь подошли к этому делу. Хотя я думаю, если сесть с лупой, найдем какие-нибудь косяки. Также понравилось, что в данном фильме, где не обязательно было прям демонстрировать катастрофу, создатели эффектов все равно подошли неплохо к своему делу, и выглядит все вполне себе даже прилично. Ну, кроме демонстрации столкновения самолетов, это был какой-то очень странный кадр. Но вот первый эпизод прям очень понравился. Для наших киноделов это прям просто замечательно. И далее положительный момент, который на самом деле возник из момента плохого, как это не смешно, что бросилось в глаза и вызвало небольшое раздражение, это злой КГБшник. И пока я смотрел фильм, говорил себе, наверное, это было нужно, но, если честно, блин, это уже набило оскомину. Но вдруг, неожиданно, наглядно показывается, что Князев – человек. Он выяснил все, что ему было нужно, плюс-минус нашел виноватых, и когда работа его, можно сказать, закончилась, он проявляет вполне нормальные человеческие качества и помогает найти девушку. Оказывается, все мы люди, у всех есть эмоции, чувства, только иногда их нужно сдерживать и знать, когда можно продемонстрировать. И это прям плюс к фильму. И раз заговорил про остальных персонажей, то люди здесь показаны тоже очень круто. Они простые. Вообще, самое главное, что хочется сказать, это то, что в кои-то веки актеры здесь не вызывали раздражения. Но я надеюсь, и так будет и дальше. Все на своих местах играют очень хорошо. Надежда Калиганова, хоть и не выглядит, простите, на 20 лет, Ларисе было 20, но все же в кадре смотрится очень и очень хорошо. Главное, проявляет какие-то эмоции. Добронравов прям такой хмурый, суровый мужик, без души, в отличие от остальных подобных персонажей, ему реально веришь, что он из органов. И при этом он не вызывает каких-то негативных эмоций. На Максима Иванова смотреть приятно. Хороший такой актер и персонаж. Да, немножко такой ванильный, но это все-таки любовная история. Так, наверное, и должно быть. И, конечно же, выделю Леонида Громова. Это для меня супергерой, человек-добро. Мне кажется, после общения с Леонидом Николаевичем любой злодей найдет в себе свет и станет приносить добро людям. Что тут говорить про КГБшников? Всегда рад его видеть на экране. Смотрю с ним фильмы. Просто очень крутой актер. Также понравились сами съемки. Я небольшой знаток и ценитель. Пока вот фильм идет, я не обращаю внимания на то, как там поставили свет. Но здесь смотреть было вполне комфортно. И, конечно же, главное есть эмоциональная часть. Без нее в российских фильмах просто нельзя. Она передана очень хорошо, без лишних истерик. Конечно, никакими кадрами ты не покажешь, что ощущают люди, когда их близкие гибнут. Но все же какая-то часть душу затрагивает. И чуть не забыл поблагодарить сценариста за такую небольшую мелочь. Вертолеты летают, они в полном порядке. Ракетница или сигнальный пистолет стреляют. Люди не бухают кругом по-черному. Это прямо очень круто. И, пожалуй, все. Фильм не развлекательный. Нет в нем каких-то громких высказываний. Мне кажется, на него даже не обязательно в кинотеатр ходить. Он вполне годится для домашнего просмотра. Фильм не о выживании. Он о любви, о том, что нужно всегда оставаться человеком. Но, как мне кажется, он по большей части является просто демонстрацией способностей наших киношников. Что они могут сделать сейчас. Я не пытаюсь обидеть, естественно. Наоборот, продолжайте, развивайте, сделайте круче. По возможности ваши зрители будут давать адекватную обратную связь. Без криков, без оров. С четким указанием, что понравилось, что нет. Но пока именно данный фильм выглядит именно так. Что тоже, в общем-то, неплохо. И это все. Спасибо, друзья, за то, что посмотрели ролик. Видео подходит к концу. С вами был Ярослав. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok